Это бывшая тюрьма. А то, что вот здесь, справа, тут строились корабли. Можно посидеть, можно постоять, можно с детьми погулять. Короче, full recommendation. Друзья, здравствуйте. Сегодня путешествуем по Санкт-Петербургу. У меня уже огромное количество выпусков из этого прекрасного города. И сегодня мы познакомимся еще с некоторыми районами и прекрасными местами для того, чтобы погулять или просто пойти сделать фотографии. По традиции я не только показываю, какие красивые места в Санкт-Петербурге в наши дни, но также знакомлю вас и с их историей. Новая Голландия. Вы знаете, вначале, перед тем, как приехать в это место, я думал, что это большой фудкорт. Но вообще это два искусственных острова. Они находятся в дельте реки Нева. Появились они после того, как в 1719 году между Невой и Мойкой прорыли два канала для судостроительных нужд. Крюков и Адмиралтейский. Ходят слухи, что Петр Первый не просто приложил руку к созданию этих островов. Он отдыхал там, в своем личном домике с прудом. Название такое для острова было выбрано довольно просто. Атмосфера вокруг напоминала Голландию. И считается, что Петр Первый создавал верфи по голландским образцам. Поскольку голландские мастера были лучшими в деле кораблестроения. В 1721 году Петр Первый приказал основать на острове военный порт, который стал первым в России. Эта территория была военной. И даже тюрьма принадлежала военному ведомству. На территории выделяется одно здание. С виду оно круглое. И изначально его просто именовали башней. Но потом стали называть бутылкой. То есть там тюрьма была. А то, что вот здесь и право, тут строились корабли. Поэтому вот этот кораблик здесь, наверное, да? Да, да, да. Они сделали детскую площадку. Сейчас в бутылке вы можете заказать латы или суши. Пройтись по необычным магазинам. Но каких-то 200 лет назад, когда это здание было, построено, здесь находилась тюрьма. Внутри здания имеется двор, который часто используется под различные ивенты. Восстание Семеновского полка 1820 года, восстание декабристов 1825 года и последующие беспорядки в армии создали необходимость в новых тюрьмах. Деревянные шлюпочные сараи в западной части острова к того времени полностью сгнили. И было принято решение на их месте построить военную тюрьму. На первом этаже здания расположились помещения для охраны. Можно представить себе, да? Кухня, пекарня и кладовый. На втором и третьем этаже, где сейчас магазины, салоны, содержались арестанты. По 250 человек на каждом этаже. И по легенде, именно здесь появилось выражение «Не лезь в бутылку». Никому не хотелось оказаться в тюрьме. Интересно, что это первая тюрьма в России, которая строилась по передовым европейским системам. Здесь было 195 одиночных камер. Каждая была оснащена откидывающейся койкой, вешалкой для одежды, табуретом и плевательницей. В разные годы здесь находились особые военно-исправительные части, различные мастерские и даже временный госпиталь. Заключенные спали в камерах, днем работали, занимались стакарным, столярным, такелажным и сапожным делом. Ткали маты, переплетали книги. Может именно поэтому на втором этаже вы можете найти несколько книжных магазинов. Интересно, что заключенные за свой труд получали оплату и осваивали новые профессии. Это помогало им при выходе на свободу. Рядом с бутылкой был пристроен двухэтажный комендантский особняк, который в 1877 году был надстроен третьим этажом и сохранился в таком виде до наших дней. В качестве тюрьмы бутылка использовалась до 1917 года. В новейшей истории Новой Голландии здание бутылки стало центральным объектом острова, объединяющим под своей крышей проекты в области дизайна, моды, гастрономии и спорта. В круглом дворе находится малая сцена, где проходят концерты, кинопоказы и другие мероприятия. Над проектом Новой Голландии работал французский и русский архитектор Жан-Батист Мишель Вален де Ламор. Он считался одним из величайших архитекторов своего времени и также работал, к примеру, над зданиями Академии художеств и Большого гостиного двора. С Новой Голландией связаны Дмитрий Менделеев. По его инициативе в 1893 году здесь создали бассейн для производства испытаний над сопротивлением воды. С помощью такого бассейна можно было исследовать кораблестроение, проводить эксперименты в области гидродинамики с участием различных кораблей. И именно здесь проверку проходил крейсер «Аврора». В период Первой мировой войны в Новой Голландии была оборудована мощнейшая на тот момент в стране радиостанция морского штаба. В советский период Новой Голландия была закрытой зоной. Здесь находились склады ленинградской военно-морской базы. Закрытость этой территории породила множество слухов и мифов. Например, долгое время люди были уверены, что Новой Голландия – это центр организации масонов. Ну и да, Новой Голландия построена в виде треугольников, что считается значимой фигурой у масонов. Если вы тут не были, куча ресторанов всяких здесь снаружи, вот там с террасами, с уличными столиками. Ресторанчики, я бы сказал, побогаче, подороже. Очень прикольно, очень стильно. Много всяких зон, зелени. Можно посидеть, можно постоять. Можно с детьми погулять. Короче, фул рекомендацион. Раз уж мы начали с островов, давайте и продолжим ими. Поговорим о Заячьем острове, на котором находится одна из самых известных достопримечательностей Петербурга. Раньше остров назывался Люстхольм во времена шведской колонизации. Это можно перевести как «Веселый остров». Потом мы его называли Тойфельхольм, то есть «Чертов остров», после того, как здесь случилось серьезное наводнение. Сейчас вообще сложно представить, но здесь несколько раз были такие очень мощные наводнения. И вот мы сейчас стоим, и вот так, чтобы показать, вот видите, на мостике, вот мы вышли через Невские ворота, вот эти, и вода, она была, вот представьте, вот где окна, вот где-то приблизительно, вот по вот эту линию, вот досюда поднималась вода. Вся Нева вот настолько развелась, представляете себе? Да, и, кстати, вот через эти ворота выйти можно, и прямо у вас, здесь, кстати, еще на кораблик можно сесть дальше. Дальше, прямо вот напротив, у нас получается Спас на крови. Там, кстати, мы сейчас квартиру арендуем, вот прямо в том районе, там 500 метров от Спаса на крови. Вон он, Спас на крови. Почему вообще так называется, Зайчий остров? Здесь, кстати, вы найдете множество статуй, различных изображений этих животных. По одной из версий, оригинальное финское название, как раз именно так и переводится. По другим, более очевидным версиям, здесь просто обитало много цайцев, так и назвали. Теперь возвращаемся к крепости. Проект был задуман лично Петром I, и заложена крепость была в мае 1703 года, и эта дата считается днем основания Петербурга. Здесь же была заложена деревянная церковь святых апостолов Петра и Павла. Церковь была украшена двумя башнями со шпилями, которые обрамляли ее вход. Строительство крепости продвигалось с невероятной скоростью, в работах принимали участие солдаты и рабочие. К осени 1703 года на тяжелых земляных работах трудились несколько тысяч человек. Почему именно это место было выбрано для строительства? Остров находится в самом узком месте устья реки Невы. Положение позволяло контролировать навигацию и защищать Петербург от возможных нападений со стороны моря. Нужен был мощный форт, чтобы защищать город с воды. Изначально крепость была военным центром. Позже она также стала и административным центром Петербурга. В течение последующих лет крепость была расширена, укреплена. Она также служила в качестве тюрьмы и усыпальницы для российских императоров. Отдельно хочу обратить ваше внимание на Петровские ворота. Это главный парадный вход в Петропавловскую крепость. Ворота были построены в 1703 году и служат памятником о российской победе над Швецией в Северной войне. Это единственное сохранившееся триумфальное сооружение времен Петра Великого. Фасад ворот был оформлен в 1708 году по проекту архитектора Доминика Трезини в стиле барокко. Верхний деревянный ярус был заменен каменным в 1716-1717 годах, сохранив прежнее оформление. В вершину ворот навенчала двухметровая статуя апостола Петра, благодаря чему ворота получили свое название. В нишах расположены статуи, созданные французским скульптором Николя Пино. И что невозможно не заметить, двуглавый орел. Он установлен в 1720 году. Герб Российской империи. Интересно, что орел отлит из свинца, весит 1096 килограмм. От ворот давайте перейдем еще к одной тюрьме, которая находится на территории крепости. Здесь, как и в бутылке, сидели декабристы, многие известные личности, вражеские агенты, военнопленные. Во время блокады Ленинграда тюремные помещения Петропавловской крепости использовались для хранения продовольствия. После революции 1917 года, когда власть перешла к большевикам, тюрьма сохранила свое значение, как место содержания политических заключенных и врагов новой власти. Сегодня Петропавловская крепость, включая ее тюремные здания, это популярная туристическая достопримечательность и музей. Здесь была внедрена строгая система одиночного заключения, направленная на полную изоляцию заключенных от внешнего мира и других арестантов. Надзор за тюрьмой осуществлялся уникальной наблюдательной командой. С 1880 по 1884 года в Трубецком бастионе содержались осужденные каторжным работам политические заключенные, для которых был установлен крайне жесткий режим. Им запрещалось пользоваться книгами, за исключением Евангелия и позднее Библии. Курение, свидания и переписки также были под строгим запретом. В качестве постельного белья использовался войлок вместо матраса. Подушка наполнялась соломой, чтобы сделать пребывание в тюрьме более суровым. Рядом с Петропавловским собором находится Великокняжеская усыпальница некоронованных членов Российского императорского дома. Строить ее закончили в 1908 году и уже начиная с этого года здесь погребли 13 членов императорской семьи. Друзья, скоро вас ждет продолжение наших путешествий по Санкт-Петербургу. Мы познакомимся с Лахта-центром, узнаем про церковь Анненкирхи. Но в описании к ролику я поставлю линки на уже опубликованные видеоролики о Санкт-Петербурге и его достопримечательностях. Не забывайте, что у меня есть и второй канал про зарубежное образование. Канал называется Smaps Education. Там я рассказываю о зарубежных учебных заведениях, путешествую, делаю на них обзоры. И если вам интересна тема учебы за границей или поехать просто поучить язык, съездить в лагерь, отправить ребенка своего в детский лагерь, то переходите на этот канал, подписывайтесь, там много всего полезного.